Прошлый год для Кыргызстана запомнился серьезными нападками на свободу слова. Нынешний начался не лучше. Продолжается давление со стороны властей как на отдельных журналистов, так и на целые издания. Представители СМИ вызывают на допросы, требуют удалить материалы и грозят блокировками. Представители медиа сегодня подчеркивают, все СМИ Кыргызстана оказались уязвимы перед нормами закона о защите от недостоверной информации. Вместо борьбы с фейками власти применяют его против независимых изданий. Только за год три СМИ были заблокированы на разный период. Агрессивная борьба с тем, что рассматривается как вредный контент, ставит под угрозу саму свободу слова и может привести к цензуре. Наиболее эффективный способ борьбы с дезинформацией – защита прав человека. Заблокировать без решения суда сегодня можно какой угодно сайт и издание. Достаточно заявления, что на нем размещена недостоверная информация. Главная угроза в том, что доказывать это не нужно, отмечают эксперты. Заявителям может быть не какое-то юр или физлицо, но и госструктуры. Например, Министерство культуры, как это было с сайтом Азатык Медиа. Минкульт заблокировал Азатык, я цитирую, за применение языка вражды, противоречия национальным интересам Кыргызской республики, нагнетание обстановки. Слушайте, таких понятий в этом законе о недостоверной информации вообще нет. Получается, Минкульт пошел дальше своих полномочий и официально толкует сам закон, применяя по методу аналогии, то есть вводя в закон те понятия, которых в законе нет. Депутаты парламента разработали поправки в скандальный законопроект. Они призваны ликвидировать все моменты, ограничивающие свободу слова. То, что когда мы приходим к власти политики, уже отстрадав, выстрадав, мы забываем о том, что в тяжелые для нас времена мы обращались в тот же Азатык, в те же самые независимые СМИ. И, конечно, это очень сильно опечаливает. Юристы высказывают сомнения, нет гарантий, что новый адекватный вариант закона защитит СМИ. Нередко нормы просто игнорируются самими следователями и судами. В настоящее время суды просто легли под следствием. При такой системе, когда суды становятся зависимыми от органов следствия, не только СМИ, ни один гражданин не может чувствовать себя в безопасности. Ряд активистов предлагают не менять закон, а просто требовать его отзыва, аргументируя это тем, что в любом виде он несет в себе угрозу. Сегодня ряд международных и кыргызстанских организаций приняли резолюцию. Они призывают власти принять доработанный закон о защите от недостоверной информации, а пока приостановить его действия. Кроме того, обращаются к судам, призывают не принимать решения на основе одного заявления, а требовать доказательства нарушения. Прислушаются ли власти к этим требованиям? Вопрос. Прежние многие обращения они оставляли без внимания.